я много раз слышал что вот у нас неумолимо идет глобализация что глобализация это есть объективный процесс мы должны в него вписываться и так далее но все замечательно я каждый раз спрашивал себя в таких случаях глобализация то что это мобильные телефоны это там отсутствие виз но это вы начинаете перечитать атрибуты а в чем процесс вы же описываете феномена объясните в чем так сказать природа этого феномена генезис логика внутренняя сущность что глобализируется глобализируется труд и капитал труд движется в те места где больше платят а капитал движется туда где больше прибавочная стоимость соответственно капитал движется в китай может быть отчасти в индию потому что там дешевые рабочие и порядок и большему ничего не надо как говорил когда-то классик что он за столько-то процентов продаст одного отца а чем делать как ему объяснить что если китаянка за 300 евро может выполнить определенную работу без всяких профсоюзов да так сказать а приятная чистенькая и точно все эти детали положат куда надо то почему надо заплачить француженке 3000 евро вместо 300 она еще будет базарить профсоюзами вот как это капиталу объяснить вот есть какой-то способ это объяснить нету такого способа хорошо будем платить француженке 3000 евро или американки там столько-то тысяч долларов а продукция сколько будет стоить а почему она будет конкурентно на рынках рынке будем закрывать так это уже никто не хочет мы создадим новых американцев новых европейцев которые научатся делать такие продукты которые китайцы и кто-то не могут но создайте но пока что вы их не создаете ходит американцы кушают фастфуд смотрят на мир довольно таки тупыми глазами ничего особенного в этом смысле стратегически нового не создают ну так что чем предложение то предложение состоит в том что китай растет со скоростью 10 процентов в год и чего вторая проблема предположим что они там хотят что-то воевать не китайцы довольно мирные люди хотя конечно история знала и времена когда они воевали но они всего лишь хотят честный приз за то чего они добились они растут сам быстрыми темпами они завоют места на рынке отдайте деньги и дайте место под солнцем я задаю тупой вопрос на который не отвечает ни кое же 20 ходящие с мертвыми лицами никакие все эти научные великие симпозиумы никто не отвечает нет простой вопрос если завтра каждый китайцы каждый индийц честно завоевав место под солнцем получат коттедж в коттедж нужно энергию две машины как американцы или европейцы и все остальное выдержит ли это мир в мире таких людей сейчас миллиарда не наберется да если их будет еще 2 плюс 1 3 миллиарда выдержит ли мир четырехкратную нагрузку насколько в это время нас хватит него не забавляемых ресурсов что произойдет там не знаю что с экологией куда переместиться власть какой будут конфигурации нового мира согласятся на эти конфигурации те кто держит власть сейчас и так далее и тому подобное ответ прямого нет теперь нелегальная миграция это вторая сторона той же самой проблемы рабочие движутся туда где его меньше эксплуатируют значит он там этот рабочий торчит в какой-нибудь из там стране исламского или другого мира да получает гроши более-менее активный парень он снимается с места топ-топ и в европу легально нелегально как угодно пришел он в эту европу он пришел не на пустое место там уже сидят его братья которые между прочим там хорошо обустроились они начинают оказывать ему первичную помощь или то все образуется системой сеть мечетей вокруг которых крутится некая инфраструктура государство франция или германия тогда начинает строить отношения с этой инфраструктурой что говорит инфраструктура вы дохните вы мертвые страны вы не можете рожать детей у вас так сказать демографическая депрессия когда мы станем большинством мы у вас ведем шариат и земля ваша будет дару ли слам все рисуют на месте собора по мишеского богомателю мечеть на месте этого мечети так вот что такое нелегальная миграция легальная миграция все это вместе что теперь делать закрывать все это а работать кто будет а детей кто будет рожать а кто на эти низкоплачиваемые работы пойдет все эти обжаревшие европейцы в пределах той действительности которая существует глобализация да это невозможно решить здесь вопрос заключается в том либо все сдохнут в этой глобализации и его и европейское человечество исчезнет либо отменять процесс либо надо сказать что глобализация от не стихийное бедство и ничто это чья-то выдумка и это чей-то интерес а у нас есть другие интересы каких-то альтернативных развития мира же не значит что мы хотим отказаться от мобильных телефонов или не знаем торнят сетей значит мы хотим подумать как жить человечеству европейскому и прочему и чё будет с миром если она перестанет жить это самое человечество между прочим она до сих пор волоко его по пути какого-то прогресса и чего-то прочего это все кончится ислам замечательная религия как и всякая другая религия не уважать ее нельзя мы должны обратить внимание что если все остальные религии безумно много занимались календарем так его подстраивали но знаете да там дней там 365 в году там високосный год и так далее то есть вам никогда календарем не занимался и не потому что там не было гениальных людей там такие люди были что дальше некогда потому что на это наплевать там нет этого чувства времени там нет этого трепета к времени там совершенно другое отношение к нему а с этим другим отношением к времени и так далее мира окажется лишенным того импульса который ему давала европейское человечество со времен античности, или как Яспорт говорил, осевого времени. И что тогда будет? Проблемы-то будут нарастать. Все воспользуются тем, что достижением европейцев. Но европейцев нет. И что можно делать, кроме того, как воспользоваться этими достижениями? Еще раз ими воспользоваться. И еще раз. И еще раз. Это глубокие изменения. Фундаментальные. Значит, для нас возникает вопрос, как нам это человечество, я подчеркиваю, не религиозно-христианское, а иначе. Вот это человечество. Как нам его разместить-то в новом мире? Как нам его не потерять? И как нам придать ему новый импульс? А в противном случае все будет очень просто. Будет мечеть Парижской Богоматери, потом мечеть Василия Блаженного, потом мечеть еще чего-нибудь и так далее, и тому подобное. И кукугриня, говорят там эти консерваторы, хайдер, то-се, бичерных, скинхеды. Это все, как говорила одна моя ближневосточная знакомая, писи-сиротки-хаси. Это палеотивы, которыми решить все нельзя. Либо мы найдем действительно новое радикальное решение мировых проблем, либо, как это сказать, будет какая-нибудь фашистская реакция, либо будет Дарву Лислам. Но дальше-то дело не в том, что этот Дарву Лислам кого-то там претит, и кто-то хочет, так сказать, обязательно получить именно Ноттердам-де-Пари, а не мечеть Парижской Богоматери. А в том, что дальше нет импульса развития. Человечество замирает. А когда оно замрет, после такого разгона, оно начнет разваливаться. А когда оно начнет разваливаться, начнутся такие вещи, что мало не покажется никому. Поэтому мы, мы подвигаемся к некоторому краю. У нас острейшие, глобальные, сложнейшие проблемы, никто не хочет их решать. Все заговаривают эти проблемы бюрократическими действиями, технологическими, квотами. В этом мире ваши квоты не помогут. Ваши тактические действия ничего не решат. Это не значит, что их не надо делать. Всегда кто-то функционирование обеспечивает, а кто-то думает о стратегии. Но без этой стратегии сейчас ничего решено быть не может, ни проблемы миграции, ни всего остального, без реального, честного обсуждения того, что я только что назвал, хотя бы. А проблем на самом деле больше. А это не хотят обсуждать. Разрыв существует между нестратегичностью элиты, которые отвечают за человечество, и стратегическим характер проблем. Проблемы становятся все более стратегическими, а элиты все больше уходят в тактику. И это ножницы, как знаем, они существуют в теории катастроф. Рано или поздно вот они все расширяются, расширяются, потом бац! И схлопываются. Только обычно на этом схлопывании мы теряем там существенную часть человечества, а также определенную часть своего исторического развития. Так это бывает, к сожалению. Чтобы этого не допустить, надо медленно эти ножницы сокращать. А тут требуется недюжинная политическая воля и ум. Без этого ничто решено не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин